Всех приветствую на моей странице. Давайте посмотрим, какие планы и перспективы вас ждут с загаданным человеком. Давайте посмотрим на 4 варианта. Это длинный расклад, где бы ты ни смотрела, в Телеграме, в Ютюбе, либо в Инстаграме. Давайте же, девочки, приступим. Главное загадать человечка, с которым ты сейчас в отношениях, и ты в таком непонятном подвешенном состоянии. Ты хочешь посмотреть его планы и какие перспективы. Мы будем смотреть на ближайшие 4 месяца. Если хотите полугодовой расклад, либо годовой, этой девочке платно нужно заказать этот расклад по WhatsApp, либо по Телеграм. У меня несколько вариантов расклад перспективы отношений есть, и с этим я работаю уже давно. Кто сомневается, читайте, пожалуйста, отзывы в Инстаграм. Там 6 папок отзывов от моих подписчиков и от моих клиентов. Давайте посмотрим, что же скажут карты, какие планы у него на тебя, и, конечно же, какие перспективы. Первая карта будет говорить о планах, да, и какие перспективы светят. Давайте посмотрим так. Вот это будет первый и второй вариант. Третий вариант. По две карты я пока достану. И давайте четвёртый вариант. Карты большие, поэтому что-то тут не подлезет у меня. Давайте, девочки, определяйтесь, слушайте свою интуицию. У меня сегодня всё чёрное с золотым. Моё любимое сочетание. Первый, второй, третий, четвёртый. Давайте вот так опустим, свет уберём. Всё, я надеюсь, вы загадали. Если нет, то ставьте на паузу, и мы посмотрим, какие планы, какие перспективы вам светят. Первый, второй, третий, четвёртый. Поехали. Давайте. С первого варианта. Какие планы и какие перспективы. И первая карта будет говорить о его планах. О, ну, по-первыхому, тут конфетно-букетный период, сильное физическое притяжение. Вы уже в отношениях. Что тут сказать? Видите, парень и девушка под деревом, в романтичном месте, на Ивана Купала. Целуются. У кого-то девочки самое начало отношений, ещё пока бабочки в животе и розовые очки. Но карта влюблённый говорит о том, что вы уже в отношениях. Поэтому какие у него планы, по крайней мере, быть с тобой вместе. Давайте посмотрим, есть ли перспективы в этих отношениях. И есть ли перспективы и какие. Пока я могу сказать, что мужчина здесь у кого-то девочки молодой, кого-то прям парень, такой вот брюнет молодой. И могу сказать, что он, вполне возможно, ещё не знает, как вкладываться в отношения, как строить эти самые планы, живёт таким сегодняшним днём. Но, тем не менее, даже если он у вас здесь молодой, какой-то даже наивный и неопытный, в планах у него быть с вами вместе. Здесь, скорее всего, если даже у вас мужчина здесь, девочки, взрослый, вы сама, дама, взрослая, пока его устраивает всё как есть. То есть плывёт по течению, захватывают эмоции, я в отношениях с тобой, а что же ещё нужно? Давайте дополним карты по поводу мужчины. Карты проявите, пожалуйста, есть ли планы, да, есть ли перспективы, вернее, с этим мужчиной. Планы-то есть, а перспективы есть. Да, да-да-да. Наслаждайтесь моментом, тут всему своё время. Здесь, кстати, мужчина у кого-то проиграется, девочки, водный король вот на дне колоды смотрит. Скорпион, рак, рыбы. Да, у него есть, во-первых, к тебе эмоции. Ему нравится с тобой быть вместе, проводить время вместе. Даже если это просто встречи в увеселительных заведениях, я могу так сказать, в ближайшее время вполне возможно получишь предложение съехаться. То есть в гражданских отношениях на ближайшие месяцы я вас вижу. Тогда, когда мужчина и женщина вместе живут на одной территории, в доме, либо в квартире, и либо встречаются. Поэтому что могу сказать? Единичка. Планы у него на тебя есть, и перспективы, в принципе, тоже есть. Больше тут добавить нечего. Если хочешь посмотреть, уже приходи на личный расклад. Двоечки. Смотрим вас, какие планы и какие перспективы светят. Ну, здесь у вас мужчина очень такой, сейчас в состоянии, знаете, зимней спячки. Мне пока и так нормально. Я здесь ничего не планирую. У кого-то даже, девочки, вы могли загадать человека, который часто пропадает в паузы, куда-то зависает, где непонятно. А медведь, мишка, спит в берлоге. У него здесь сон. Понимаете? Он здесь бездействует. Поэтому сказать, что он что-то планирует, нет, он пока воткнул мечи до весны, отложил это дело на потом. Всё, я бы сказала, здесь пока вяло текущее. Поэтому если вы чувствуете, что мужчина ничего не предпринимает и ничего не предлагает, вот тут точно нужен личный расклад. Посмотреть его по фото, по имени, по дате рождения, что он там вообще сам себе надумал, придумал и планировал. Поэтому планы, пока у него никаких планов нет. Отдохнуть от суеты. Давайте посмотрим, какие перспективы светят. Вот сексуальный интерес к вам, как к женщине, здесь есть. Здесь для женщины расклад, скорее всего, огненной стихии. Да? Овен, стрелец, либо лев. Вы его привлекаете, как женщина. Но сказать, что он тут прям будет рвать когти для отношений в ближайшее время, я бы не сказала. Карты. А какие перспективы для королевы жезлов вот с этим медведем? Да, мужчина здесь неторопливый у кого-то, девочки. Может проиграться, кстати, мужчина здесь земной стихией у вас. Да, он такой, знаете, просчитывает всё, каждый шаг соизмеряет. Много карт стагнации у этого мужчины. То есть, видите, тут четвёрка, тут четвёрка. Карты показывают о том, что сложно вам будет его двигать, потому что вы-то огненные, вам хочется всё быстро, всё сразу. А он-то нифига. Он-то здесь постоит и подумает. Надо ещё посчитать денежку, хватит ли у меня там на подарочек или там ещё на что-то. Рыцарь есть. Рыцарь у вас есть. Но он торопиться, девочки, в отношениях не будет. И с ним будет всё размеренно, всё медленно. Я бы сказала, с какими-то такими вот паузами периодическими в отношениях. Поэтому перспективы с этим человеком есть, но торопиться он и рвать на себе волосы и когти ради отношений, чтобы вас завоёвывать, не будет. Поэтому по второму варианту вот как-то всё в отношениях вы будете, но таких немножко вяло текущих на ближайшие месяцы. Значит, третий вариант. Приветствую вас. Первая карта. Какие планы у него на тебя? И вот здесь выходит карта императрицы. Третий старший аркан. Планы-то, в принципе, грандиозные. Видите, здесь женщина цветущая, молодая, красивая. И ещё и за животик держится. Поэтому девочки, планы у него, скорее всего, сделать вас своей императрицей. Императрица, девочки, это карта жены. Это карта женщины, которая может подарить ему дитя, забеременеть от него. Поэтому не рассматривал ли он такой момент? Рассматривал. И, скорее всего, вас таки и видит вот эту императрицу, жену, мать своих детей. Поэтому сказать, что ваша внешность, ваша энергетика его не манит и не привлекает нельзя. Это не так. Это всё с точностью наоборот. Императрица. Это сам ресурс, это сама жизнь, это женщина, рождающая жизнь. А это очень важно. Давайте посмотрим, есть ли перспективы с ним. О, ну тут прям и чувства. Посмотрите, да, туз кубков. Даже если у кого-то самое начало отношений, наслаждайтесь моментом, потому что мужчина, судя по этим картам, влюблён в вас, влюблён в вашу внешность, вашу энергию. А здесь прямо вышел туз кубков. Карты проявите, пожалуйста. Какие здесь перспективы по третьему варианту? Угу. Да, здесь у кого-то тоже, девочки, водный король. Водный король, а женщину показывает близнецы Висы Водолеи, королева мечей. Водный король, девочки, действительно его захлёстывают эмоции. Да. Он мечтает о вас. Даже если вот у вас пока ещё, знаете, только конфетно-букетный период, он прям ложится спать с мыслями о вас. У него фантазии эротические насчёт вас. Ваша энергетика и вообще ваша сущность женская его очень сильно манит. Поэтому пусть мужчина добивается своего. У него есть планы на вас, но они пока, знаете, больше напоминают какие-то фантазии, нежели чёткие планы, что вот всё, мы там съедемся и всё у нас там прекрасно. Пока он наслаждается той энергией, которую вы ему даёте, теми эмоциями, которые бурлят в нём. Поэтому у кого самое начало отношений? Да. Мужчина, если он влюблён, девочки, он горы свернёт. Если он действительно рассматривает вас как свою императрицу, он вас сделает своей императрицей. Поэтому дайте ему как бы раскрыться. И по третьему варианту здесь мужчина именно проиграет за скорпион рак рыбы. Да. Водный мужчина. Да. Есть у него планы и есть у него самое главное чувство по отношению к вам. И четвёртый вариант. Первая карта. Какие планы у него на тебя? А вот здесь что-то ваши отношения, девочки, затягиваются. В том плане, что по карте умеренности, конечно, всему своё время. Но посмотрите, вот такой белый олень уже как призрак. Да. И как духи рода уже предупреждают, что что-то здесь затягивается процесс ваших отношений. Здесь может проиграться расклад для тех, кто, например, давным-давно уже проживает. Там 3, 4, 4, 5 лет вместе и не регистрирует ни брак, и непонятно, то мы вместе, то мы врозь. Вот по этому варианту я бы вам сказала о том, что пора бы принять решение, кто вы друг другу, и что будет дальше. Потому что ваш партнёр здесь, конечно, затягивает процесс. У мужчины здесь вышел король жезлов, мужчина огненной стихии, но мужчина здесь, я бы сказала, такой. Уже, я бы сказала, вы с ним не первый месяц знакомы. Карта, а есть ли у короля жезлов какие-либо перспективы с четвёрочкой? Кто смотрит меня? А вот ему страшно. Да-да-да, девочки, здесь мужчина-то, конечно, ого-го, карта дьявола на дне колоды. Сексуальный, привлекательный, очень хороший манипулятор. Его, похоже, устраивает всё как есть. Вот по четвёртому варианту не всё так нарядно, как во всех остальных. Потому что мужчину показывают хорошего манипулятора, его вполне возможно устраивает такая ситуация, какая сложилась в ваших отношениях. Вы-то ждёте от него чего-то больше. Пятёрка пентаклей. Где-то могут быть с ним и недопонимания. Девушка вот здесь на ветру, ей холодно. Но карты показывают, у мужчины есть страх. Поэтому если он не двигается, не развивается и ничего вам не предлагает, отношения уже длительный период времени никуда ничего не переходят, четвёрочки, здесь только личный расклад. Здесь у мужчины есть проблемы внутреннего характера, связанные с его страхами, ограничениями, внутренним кризисом. И отношения сейчас тоже могут претерпевать некий кризис именно по причине вашего партнёра. Овен, стрелец либо лев, мужчина. Даже может быть сам такой рыженький либо с бородой, но у него здесь затянувшаяся ситуация, а вы, конечно, уже тут спите по ночам плоховато, потому что мысли у вас не очень позитивные. Поэтому четвёрочки, что могу сказать? Планов пока грандиозных у него нет, в отношениях вы можете быть, но таких каких-то очень кризисных на сегодняшний момент, со страхами и с непониманием, что же ждёт дальше. Поэтому приходите на личный расклад. Ваша Тара-Ведьма, всем удачного дня!